Меня зовут Василий, я куратор проектов фонда Таволга. Я с удовольствием представляю Марка, ведущего специалиста в Музее архитектуры Мещусева, блестящего специалиста в области архитектуры 20 века и человеку, по моему скромному мнению, который вчера мне открыл глаза на архитектуру БАМа. Я не знал, что это маленькое, на мой взгляд, скромное мероприятие, выставка сдвинуло такую научную глыбу. Он сейчас об этом расскажет, я уверен. Василий, спасибо. Еще раз представляю, меня зовут Марк Копиан, я старший научный сотрудник Музея архитектуры Мещусева. Я очень благодарен всем, кто пришел. Хочу отдельно поприветствовать Владимира Петровича Аксентюка, архитектора трех вокзалов БАМа, о которых мы сегодня еще поговорим. И да, когда мы начали работать над проектами, действительно оказалось, что это такая очень неизведанная, неизведанный пласт истории советской архитектуры, причем ее последняя часть, да, на самом деле БАМ без привлечения, это последняя, последняя стройка империя, это последний большой инфраструктурный проект. И поговорим немного о географии и о неких фактах про БАМ, которые нам помогут разобраться впоследствии с ее архитектурой. Байкал-Амурская магистраль, история начинается в 30-е годы. А именно в 30-м году впервые прозвучала эта аббревиатура, это БАМ, и начались изыскательные работы. Впоследствии во время войны все демонтировали, рельсы ушли на Сталинград, и потом к этому проекту, на самом деле, вернулись уже только в 70-е годы. Что было сделано? Значит, вот эта карта, да, Транссибирская магистраль, все здесь ее узнаем. В городе Тайшет от нее отходит БАМ, зеленый отходит и соединяет Восточную Сибирь с Тихоокеанским Бережье. Когда мы говорим про БАМ, имеем в виду большую стройку, всесоюзную стройку комсомольца 70-е годы, 74-й год, мы говорим про вот эту часть. То есть она начинается вот здесь, вот в этой части, в город Усть-Скут, станция Лена-Восточная, и до Комсомольска на море. То есть мы будем исследовать именно вот эту часть, потому что вот эти куски, вот маленькие, и вот здесь вот, они были построены в 40-е, 50-е годы. Что здесь важно? Когда протягивали магистраль, мы, кстати, всегда инженерное сооружение. Надо было строить. Прокладываем линии и идем дальше. Байкало-Мужская магистраль 70-80-е годы — это уникальное явление, потому что это не только про строительство дороги, это не столько про строительство дороги, это история про заселение. То есть нужно было спроектировать не только дорогу, но и города. На протяжении магистрали построено 47 поселков, 47 городов, 47 уникальных городов. Это за 10 лет. Территория — 1,6 миллиона квадратных километров. Это от Португалии до Польши. То есть за 10 лет архитекторам нужно спроектировать одновременно зону заселения, равную половине Европы. Это беспрецедентный случай в истории архитектуры. Это крупнейший градостроительный проект в истории России, на самом деле в истории человечества. аналогов ему действительно нет. Как происходило проектирование? Заказчиком выступал Министерство путей сообщения, и они заказали Гипрогора, был такой институт проектированных городов, целый институт, который проектировал города, создание зоны расселения. Вдоль дороги по одной ее стороне появлялись поселки. Я вам покажу несколько примеров, это очень интересно. Это вот с этой стороны проекты. Здесь реализация. Наверху подписаны архитекторы и кто проектировал, не будем здесь повторять. В данном случае это проектировали азербайджанцы. И мы видим здесь абсолютно, извините, здесь темная картина, здесь нехорошо видно, но мы видим структуру, основные ключевые постройки. Вот они вот здесь, линия домов, здесь вот стадион, и остальные все здания, они были реализованы. Это, на самом деле, очень уникальный случай. Вот еще один поселок Иса, еще один Новый Ваян. Мы видим, вот они, вот эти жилые дома, и их же мы видим построен на карте. Еще один поселок Новый Ургал. Здесь тоже совпадение генерального плана с проектами. И удивительно, вот Эдинчукан совершенно брутальная такая вот жила застройки, в центре находится общественное здание. Чем эти поселки интересны? Давайте попробуем их проанализировать и понять, чем они важны. Смотрите, как они устроены. Вот здесь проходит железнодорожная магистраль. Поселок располагается на некотором расстоянии от него. От магистрали ведет дорога, которая приводит в общественный центр. В общественном центре располагается школа, общественный бытовой центр. Вспомните, что располагалось в центре городов, многих которых вы видели, или небольших. Все располагалось, например, в советской истории. Дом советов и клуб. А здесь мы видим школу и общественное здание. Это совершенно новая парадигма советского государства. Это ее последние, там, в 80-е годы. И это невероятно качественный переход от индустриального города к постиндустриальному. То есть, когда раньше строили поселки, это всегда крупная фабрика, при фабрике рабочий поселок. И в центре него все службы просвещения, пропаганды и организация досуга. Здесь же это города для обычных людей, как мы сегодня привыкли жить. Общественный центр, центр общения. И это невероятным образом коррелируется с теориями расселения 20-го века, с авангардными, передовыми. Здесь мы видим, я примеры опилоневских проектов, это Вальтер Гропиус, 30-е годы. Это идея линейного расселения. Когда есть магистраль, скоростная магистраль, это железнодорожная, автотранспорт, в данном случае неважно. И организуется расселение людей такими ветвями от него. В центре располагается общественная зона, и вокруг него формируется жилая застройка. Это проект советских уже архитетров 60-е годы. Это новый элемент расселения, один из самых передовых, самых утопичных, невероятно эффектных проектов советской архитектуры. Здесь мы видим такое же приложение, здесь магистраль, и от него отходят поселки. Причем, обратите внимание, поселки всегда располагаются на одной стороне и вдали от магистрали. Сделано для того, чтобы поселки не поглощали железную дорогу, и чтобы дорога не создавала зону учреждения в городе. Мы все немного можем видеть в Москве, собственно, здесь мы находимся. Мы видим, отходят магистрали от вокзала и рассекают целые куски города. У нас по Каланчевской есть справа и слева два, по сути, независимых друг от друга района, которые между собой очень тяжело сообщаются. И эту проблему предвидели архитекторы, они предлагали именно вот такое решение. Это, мы словно видим, план города. В центре находится центр общения, общественная зона, к которой примыкают школы, и вокруг этого располагается жилая застройка. Это я показал для чего? Потому что архитектура БАМ требует архитектурной интерпретации. Те идеи, которые там реализовывались, они были невероятно передовые для своего времени. И такого опыта у нас до сих пор нету, когда мы проектируем вот именно поселок для вопроса комфортной жизни и общения. Дальше, конечно, задавал вопрос о том, какие будут дома, где будут жить люди, чем эти планы городов заполнять, была предложена такая серия 122 БАМ типовых домов, которые могли планкироваться, объединяться совершенно в разную геометрию. Здесь вот это придумали ленинградские архитекторы из Лензы Ниеп, позональный институт, который занимался проектированием типовых домов. Здесь мы видим вот на фотографии, это Севербайкальск, вот эти дома, и вот они выглядят в плане такой очень компактной, очень живописной конфигурации жилой застройки, которая потом была повторена во многих других поселках. Помимо какого-то типового строительства, конечно, БАМ – это огромная площадка для экспериментов. Здесь мы видим два примера панельных двухэтажных домов и деревянных щитовых. К сожалению, фотография темная. И вся вот эта магистраль на протяжении почти 3000 километров – это поле экспериментов. В каждом поселке, в каждом месте мы находим какое-то уникальное решение. И это тоже ситуация, когда строительная индустрия стремилась к типизации, к индустриализации строительства. Здесь мы видим огромное количество экспериментов, которые где-то были удачные, они повторялись, где-то они остались локальным явлением. Но вот это многообразие архитектурных решений создает уникальную архитектуру всего этого пространства. Вокзалы. Главными зданиями поселков решено было сделать вокзалы. Это понятно, потому что это вход в город, это то здание, которое ты видишь. Вокзалам всегда уделялось повышенного внимания их архитектуре. И в 1975 году прошел конкурс на вокзалы. И эти конкурсы, это, конечно, невероятно богатый модернистский материал. Что здесь для нас важно? Что нам говорят эти вокзалы? Это сплошное стекление. Это стекло, бетон. Это очень прозрачная архитектура. И вот эта идея прозрачности, идея открытости и абсолютно архитектура обращена к человеку — это вот тот уникальный антураж, тот уникальное сообщение, которое было адресовано приезжающим на БАМ. Потому что это же не просто стройка. Там люди должны были остаться. Они строили для себя. И вот это ощущение того, что ты строишь себе дом, ты строишь себе вот это открытое общество — это отлично выражается именно в архитектуре вокзалов, особенно первых нескольких лет проектирования магистрали. И что очень важно, ведь это 74-й, 75-й, 76-е годы. Эта поездка на БАМ была сродни... Кстати, это просто пустынная территория. Там действительно ничего нет. Она отрезана от ближайших центров, от ближайших крупных городов, несколькими сотками километров, и там практически непроходима тайга. И это была возможность заселить вот эту территорию. Это же поколение, которое прошло через технику молодежи, через вот эту идею освоения каких-то новых пространств. Потому что мы летаем в космос, еще чуть-чуть мы начнем осваивать новые планеты. Мы полетим на Луну и создадим там вот эту зону расселения, очаги жизни. И вот эта стройка, это на самом деле попытка сделать это на Земле. И ее архитектура, ее проектирование... Мы, смотри, увидели с вами счетовые дома. А ведь это же... Это просто адаптация под этот климат идей ячеек, жилых ячеек, капсульных ячеек, которые проектировали для ближайших планет. И вот эта космичность, архитектура вот этого времени, она отразилась в БАМе. У нас нет других примеров. У нас есть много нереализованных фантазий городов на планетах, в космосе, летающих, на севере, где угодно. Но здесь мы имеем случай реализации, реализации всех этих идей. И это уникальный заповедник архитектурный, поздних лет советской власти. Вот еще один проект конкурсный. Вот проект, например, деревянного. Это деревянный маленький вокзал. Даже не сколько вокзал, сколько станции разъезда. Но шли поиски, поиски от архитектуры. И прям принимали участие практически все проектные институты страны. 70 проектных институтов со всей страны принимало участие в проектировании зданий, сооружений для Байкал-Амурской магистрали. Это вообще беспрецедентно. Не было архитектурных мастерских, которые бы не участвовали. Или в конкурсах, или в предложениях, или в реальном проектировании. И это многообразие, конечно, нашло отражение на вокзалах. Я вам приведу здесь несколько примеров. 47 уникальных вокзалов располагаются на Байкал-Амурской магистрали. Приведу несколько примеров. Это вокзал, станция «Звездная». Она построена армянскими строителями из Туфа, привезенного, соответственно, за Кавкази. Проект, это станция Ния, построена грузинскими архитекторами. Здесь мы видим подолговатые арки, очень характерный для грузинской архитектуры элемент. Улькан, азербайджанцы. Линия, ажурная линия, она, это орнамент, он очень характерен для архитектуры, средневековая архитектура Азербайджана. Мы здесь видим также, здесь фотография неплохая, здесь мы видим арку, стрельчатую арку. И вы обратили внимание, да, фотографии все не очень. Знаете почему? Потому что... Что? Нет, потому что ни один профессиональный фотограф никогда на БАМе не работал. Нету от съемки, никто эти вокзалы не снимал. Никто. Потому что... Потому что, когда построили магистраль в 74-м году, 1 октября, когда запустили сквозное движение, казалось, что дело сделано, и все. Вокзалы проектировались вплоть до... Самый поздний вокзал, датируется в 89-м, 90-м годах. Тогда уже, понятно, в стране была другая ситуация. Но это говорит о том, что его даже просто не снимали. То есть ранее все этот пласт архитектуры, он никого не интересовал. Как ни странно. С этим мы думали, что вокзалы не уникальны. Даже некоторые из них, которые известны, они вроде должны притягивать туда исследователей и фотографов. На самом деле нет. Поэтому я буду показывать вам очень любительские снимки, которые даже сделаны на профессиональную камеру, но они абсолютно любительские. Видно, что профессионального интереса это не вызывало. вокзал северобайкальский, потому что архитектор здесь находится. Один из очень ярких образцов не только вокзала в БАМ, но и в целом модернистской архитектуры. Мы видим кровлю, искривленную кровлю, которая повторяет, которая по задумке отсылает к кумарским волнам Байкала. Вот он здесь виден. Но на самом деле это, конечно, прекрасный образец модернизма, как я уже сказал, основанный на сочетании очень бетонных, мощных пилонов, перекрытий и с сплошным стеклянным остеклением. И это опять-таки идея свободы сквозного движения. То есть это вот сквозь вокзал ты видишь образно ты видишь и с одной стороны и Байкал, а с другой стороны приезжающий он сквозь него видит город. Вот эта идея открытости людей и общества здесь реализована очень удачно. Это вокзал Токсима. Например, здесь очень мощно, двускатно кровли над залом ожидания. Куанда строили казахские архитекторы и именно на этой станции произошла закладка золотого звена. Здесь мы видим опять сочетание таких вот вертикальных ребер, которые продают мощному зданию некую возвышенность, вытягивают его высоту и здание опирается на такой очень здесь напалицованным мрамором такой очень мощный стилобат. И как мы видим, в подходе к проектированию вокзала есть два таких подхода, извините, эту автологию. Первое, это в духе модернизма интернационального и в духе национальных мотивов. И причем здесь мы видим, например, если вы посмотрели вокзал, спроектированный за Кавказским республикой, там мы видим национальные мотивы, например, вокзал, проектированный казахами, здесь нет никаких отсылок к национальным мотивам, здесь абсолютно чистая архитектура, чистые формы, это новая чара, это спроектировано казахскими архитектами тоже, а здесь мы видим как раз отсылку к национальному головному бору, который еще удачно реализован, здесь на кадре не видно, но сзади еще горы, и то есть вот этот вокзал, с которым такой вот кровлей на фоне гор, это, конечно, невероятный эффект на зрелище, эффект на архитектуру, и вообще, сказать, что вокзалы, здесь мы тоже видим, вокзал вписанный, почти скала, сзади него, и он вписан в эту ландшафт, и они на самом деле зачастую это просто ландшафтная архитектура, и вот природе этого места уделялось особое внимание, потому что, например, запрещалось, следили за вырубкой деревьев, то есть нельзя было вырубить деревьев больше, чем это нужно, и если вырубили, то надо было обязательно посадить еще новое, и вот этот синтез, вот эта архитектура и природа, это, конечно, очень яркий пример экологической архитектуры. Алёкма, это моя любимая станция, здесь мы видим архитекторов ничем не ограничивали, мы видим здесь коробка, которую вы заметили, многотиповая, это сочетание красного камня и белой штукатурки, это некий часто повторяющийся мотив цветовой на вокзалах, но есть потрясающая башня, пилоны, горизонтальный уровень и арка. Невероятно очень четкие лаконичные геометрические линии, которые, естественно, отсылают к чистоте стиля эпохи авангарда, эпохи, потом, еще 60-х годов модернизма, но вот такой вот образец вокзала. Это лопча, здесь мы видим очень мощное здание с интересной формой над центральным входом. Ларба. Здесь тоже мы видим мотив высотного объема, потому что вокзалы зачастую находились на некоторых возвышенностях. Так, поскольку сама железнодорожная колея всегда чуть выше окружающего ландшафта. И вокзалы находились на возвышенностях. И вот еще дополнительный объем показывал значимость вокзалов в городе. Они должны были быть видны отовсюду, потому что зима. Зима практически круглый год. Засыпает снегом, к ним должны были просто их должно было быть видно. Они служили ориентирами в городе. Харагочи, один из ярчайших вокзалов Куанда. Вот это как раз очень характерный пример ландшафтного решения. Мы видим, что на перрон он выходит одним этажом, а на самом деле город обращен тремя. Три этажа располагаются на таком откосе. Тында. Тында стоит особняком среди всех городов Байкал-Амурской магистрали, потому что она столица. И ее проектировали как столицу и строили москвичи. Так получилось. Хотя проектировали ленинградцы. Генеральный план был выполнен ленинградцами, а строительство вели московские комсомольцы и каждое здание проектировали тоже архитекторы из Москвы, из Моспроекта. Здесь, конечно, выделяется вокзал. Вокзал спроектировал московский архитектор Владимир Гудков. И здесь мы видим очень пластичное сочетание идеи двух пилонов, только здесь они в масштабе, они здесь огромные. Наверху между ними зажат геометрический объем, в котором располагались службы и диспетчерска, как это в аэропорту бывает. И здесь очень важно, что вокзал не только место пребывания пассажиров в зал ожидания. Гудков видел вокзал как культурный центр. он спроектирован большим. У него крылья, где располагаются не только службы, но еще открытое пространство для выставок. Он считал, что это должно быть выставочное пространство. Вокзал это место выставок, это место каких-то событий. как мы видим сегодня, зачастую это так и бывает. На вокзал проходят выставки, а Гудков это предвидел, и он создавал пространство, причем пространство, которое как театрально могли меняться, трансформироваться, исходя из проходящего события. И конечно формирует облик города, четыре 16-этажных здания, проектированные москвичами. И это здесь в отличие от многих других городов, где были типовые серии BAM, здесь уникальная архитектура. Deepkun, я покажу на следующей фотографии, здесь как раз мы видим вот эту серию 122, которая здесь фланкирована своим особым образом. Здесь также идея красного, на самом деле красный кирпич и белые окна. Считалось, что красно-белый наиболее выигрышно будет смотреться в этом климате. И многие вокзалы старались, многие характеристики старались проектировать вокзалы в таком цветовом решении. Это вокзал Тунгл, один из интересных сооружений, он приподнят на сваях. Он приподнят и соединяется с дорогой через такие мостики, лестницы, мостики. И, конечно, это очень характерная история для архитектуры даже не только 70-х, а даже 60-х годов. Эти прекрасные галереи, мостики, вспомним лестницу кинотеатра России, когда мы от Пушкинской площади идем в кинотеатр через лестницу. Февральск спроектирован ленинградцами, и здесь мы сразу узнаем эту башню, если вы были в Ленинграде в Пермосковском районе, в Кировском районе, могли увидеть проект ленинградского архитектора, дом совета ленинградского архитектора Ноя Троцкого. Вот такие мотивы встречаются у Ивана Фомина. мощные башни с небольшими вытянутыми окнами. Здесь очень четко узнается. И это как раз к вопросу о том, насколько разнообразна эта архитектура, и при этом она имеет сквозные связанные линии, или цвет, или какой-то объем. Здесь нет одинаковых вокзалов, но мы можем эти вокзалы группировать по разным признакам. И очень важно, что каждый раз этот признак встречается у некоторых вокзалов, но их облик остается уникальным. И это говорит об осамбленности, что мы можем выделить 47 архитектурных объектов, которые уставляют единый ансамбль, который и сохраняться и анализируется должен как единый объект культурного наследия. Вокзал Сулук, пожалуй, тот единственный случай, когда вокзал пострадал, он сейчас находится в заброшенном состоянии, это единственная утрата вокзалов БАМа. И вообще, к счастью, что они все дошли до нас, учитывая, что в 90-е, в 2000-е вокзалы перестраивались и зачастую облицовывались просто пластиком, мы видим, что вокзалы все дошли до наших не в первозданном виде, и это суперудача. Вокзал Постышево. Пожалуй, один из самых красивых, не самый красивый вокзал Байкала-Морской магистрали. Здесь одноэтажное здание, которое по краям имеет служебный корпус повышенного объема, и, конечно, облик создает крыша, крыша в виде такой диаграммы, которая, если посмотреть с другого ракурса, конечно, опять-то ссылает нас к экологии, ссылает к этому месту, к ландшафту, то, что там видно горы на дальнем плане, и вот красно-белое сочетание на фасадах здесь оно смотрится очень выигрышным. Хальгаса. Помимо того, что проектировались здания, все, что строили, все проектировалось архитекторами. Даже небольшие разъезды, что такое разъезд, на путях есть такой домик для дорожного рабочего, который обеспечивает перевоз стрелок. И даже вот эти объекты, они проектировались архитекторами, потому что не было мелочей. И все это имело вот здесь видим еще примеры. Даже вот такие вот простые типовые будки старались внести в их облик какой-то архитектурный элемент. Здесь я привел несколько типов. Встречается вот такой вариант. Опять идея пилонов и стекла. И вот здесь даже мелочь, но плита с круглым отверстием, либо есть с граненым. это говорит о том, что эта магистраль это именно архитектурный проект. И здесь даже сама колея, которая обеспечивает транспортную доступность и связь, она не то чтобы вторична, но архитектура здесь этой магистрали первична по отношению к ее транспортной функции. И в завершение я хотел сказать вот о чем. Байкал-Амурская магистраль инфраструктурный проект. И инфраструктуры развивались, строили всегда все народы, все нации, все государства. Сегодня мы строим инфраструктуру. И уникальность инфраструктурных проектов советского времени, она заключается в том, что недостаточно было просто построить завод, фабрику, какой-то комплекс. Нужно было передать ей архитектурный облик, символизм, значимость и афемизм о том, что мы что-то строим. Он имел реальное воплощение через проектирование архитекторами. Архитекторы строят, знаете, мы видим, это Днепрогэс, вот здесь несколько примеров, это Днепрогэс. Гидроэлектростанция проектирует ее один из ведущих архитекторов Александр Веснин. Это 30-й год. Электростанция еще одна послевоенная, казалось бы, а нет же, архитектор создает символизм, образ, динамику. И это Поляков. Гидроэлектростанция еще одна, машинный зал. Казалось бы, самое утилитарное, самое сооружение, которое само по себе диктует свой облик. Но нет же, опять, здесь мы видим работу архитекторов. и так же и в 20-е, в 30-е, в 60-е, в 70-е, в 80-е. Вот эта идея привлечения архитекторов к инфраструктуре, к созданию образа зданий, это отличительная черта 20-го века, архитектуры, нашей архитектуры 20-го века. Вот. Я, наверное, на этом закончу. Еще раз спасибо, что пришли. И, может быть, выжимаем диалог, у вас есть вопросы, поговорим про БАМ, про архитектуру. Нет, вопросов нет. У меня быстрый, коротенький вопрос. А с Сулуком что произошло? Там просто население уже не осталось в поселке? Нет, рядом с этим вокзалом сейчас есть одноэтажное кирпичное здание, которое выполняет функции пассажирского здания. Этот вокзал, я, к сожалению, не нашел точной информации, когда с ним это случилось, что с ним случилось, но, судя по всему, он сгорел, был пожар, и вот в таком заброшенном состоянии он сейчас стоит в 100 метрах от нового здания. И причем над центральным входом там есть уникальная мозаика с комсомольцами, которая, судя по фотографиям, постепенно разрушается. И будет очень жалко потерять этот образец монументально-декоративного искусства. нет, нет вопросов. А сколько вокзалов БАМа еще не атрибутировано? Это очень хороший вопрос, потому что на самом деле когда мы начинали работать, атрибутировано было немного вокзалов, точнее, на первом мы встречаем информацию о том, что это здание проектировал шефский коллектив из, например, из Коми. Но для нас это недостаточная информация. Мы пытаемся найти архитекторов. и сейчас из 47 вокзалов где-то половина, 20 с чем-то вокзалов еще не атрибутировано. Мы не знаем архитекторов. Да, это правда так. И причем поскольку проектировали 70 институтов, у каждого института был свой архив. Эти материалы отложили в своем архиве. Из исследований других тем могу сказать, что то, что откладывалось в праведных институтах, это просто выкидывалось. Чертежи просто, это был просто склад. Было помещение, помещение накапливалось чертежи, они потом по мере этого их просто уничтожали. Многие, ну как многие, кто понимал ценность своего архива, они передавали например нам. Вот я показываю здесь дальний чертеж. Это гидропроект, который передал в музей архитектуры. чертежи. И объем того, чего нам не передавали или другие архивы, он довольно-таки высок. Поэтому, например, у нас есть вокзал, который спроектирован таджик-проектом. Архив находится, наверное, в душам бы, если он сейчас сохранился. И мы хотели бы эту тему продолжить и попробовать атрибутировать все вокзалы, найти этих архитекторов, которые проектировали и в идеале найти, конечно, чертежи еще. Но опять-таки, мы фотографии это по хорошему качеству нашли не всех вокзалов. Мы когда делали проект, ну, казалось, это довольно-таки простая история найти хорошие фотографии. Они должны быть в музее РЖД, в музее ТНД, в музее Севербайкальск, в музеях Москвы. А нету. То есть мы смогли найти в огромных количествах собраний фотографии, хорошие фотографии, ну, 10-15 вокзалов. Их просто не снимали. Есть много кадров людей, но само архитектуры не снимали, и это очень парадоксально, при том, что именно архитектурой вот эта история ценна. И с ней как-то еще принадлежительно... Спасибо, Марк. Я тоже сотрудник музея архитектуры. Меня зовут Наталья Шашкова. Я хочу прокомментировать дополнительно то, что сказал Марк. Дело в том, что эта история касается не только БАМа. То есть я, например, занимаюсь архитектурой железных дорог до революции. Это своеобразная специфическая ситуация на железной дороге. И мы не можем объяснить, почему она так сложилась. То есть железнодорожники документируют свою историю. Очень подробно и любовно. Мы знаем об инженерах, мы знаем о подрядчиках. При этом они всегда большое внимание с первых вокзалов России, которые построили в Царском селе, знаменитый вокзал Штекеншнейдера, вокзалы, дороги между Петербургом и Москвой. Это целостный архитектурный ансамбль и памятник, который мы все знаем и любим, ценим. Но на самом деле внимание было, то есть вокзалы должны были представлять дорогу, государство, либо частную компанию, которая это все строила, но имена архитекторов утрачены. То есть мы знаем подрядчика и не знаем архитектора. Это поразительная история, это действительно оседает в архивах, причем ладно-казенные магистрали, они оседали в архиве, который сейчас Нургеа, а вот какие-то частные дороги. Это глубочайшая, практически детективная архивная работа, исследовательская. И в принципе, я считаю, чем больше людей будут ей добросовестно заниматься, тем лучше, потому что мы сможем восстановить архитектурную историю наших железных дорог, потому что они всегда были не только истории про движение и перемещение, они имели в России, но с нашими огромными территориями цивилизационное значение, то есть они приносили культуру в наши регионы отдаленные. И та же самая ситуация с Транссибом. Да, это была история заселения огромных русских территорий, мы про нее очень много знаем, и мы не знаем, кто строил эти вокзалы. То есть это надо специально и очень глубоко исследовать. Спасибо, извините. Спасибо. Понятно, действительно так, и это... Исследуйте вокзалы. Любите вокзалы, хотите понять, что происходило в стране, вообще про что, про что время в этой стране, смотрите на вокзалы. Они вам скажут все. Для чего они, для кого, кто был заказчиком, какой был строй политический, какая была экономическая ситуация, какой регион. Они в вокзале скажут все. Это такие вот маркеры. Это как-то лакмусовая бумажка, вот каждого вот этого региона, места и времени. И, собственно, Бабамовский вокзал не исключение. Но это проблема, что их архитектура, это что-то очень тяжело поднимаемое. Так что призываю вас обращать внимание на вокзалы и по возможности исследовать, читать про них. это очень увлекательно, интересно. Как вы оцениваете современное состояние вокзалов, вот именно Бабама? Есть фотографии у вас современных? Смотрите, практически все, что я вам показал, это фотографии последних 10-15 лет и людей, которые просто проезжали мимо, которые снимали, которые пытались об этом рассказать. Поскольку пассажиропоток и вообще движение по Бабаму сейчас слабое, оно меньше проектного, оно не используется полноценно, то, естественно, вокзалы не перестраивают. Они, их объемы, их масштабы, их размеры, они абсолютно отвечают сегодняшнему положению дел. Но, как мы знаем по истории с Транссибом, если на Бабам поток увеличится, эти вокзалы все будут перестроены. Нет никаких сомнений, что они все будут утрачены. Просто потому, что смотря, как развиваются вокзалы в России, там, прижимание второй половины 20 века, начало 21-го, перестраиваются вообще запросто. И мы там Курский вокзал, и Курский вокзал, простите, сейчас на секунду, Курский вокзал, вы, наверное, знаете, внутри него есть старый вокзал. Это, вот, и такая судьба ждет Бабам. Я не сомневаюсь, что все вокзалы будут утрачены, когда туда пойдет поток. И не хотелось бы их терять. Продолжение этого вашего ответа, вопрос, а в чем причина, вот почему перестраиваются так бездарно? Ну, не с тем, чтобы как-то восстановить, а не улучшить, а оборот. Ваш вопрос я бы разделил на две части. Почему перестраивать вокзалы это очевидно? Потому что это утилитарное сооружение. И оно должно отвечать тем потокам, которые есть. Вот, например, сейчас, ну, сейчас везде стоят металлоискатели. Они все стоят всегда неудобно, бездарно, никак, потому что они для этого не предназначены. В московском метро не было турникетов. Они появились только в 50-е годы. В 20 с чем-то лет московское метро было без турникетов. Поэтому на очень многих на станциях первой очереди, на старых станциях, турникеты всегда стоят неудобно. Понятно, когда вы строите новую станцию, вы проектируете, у вас есть требования турникета и металлоискателя. Соответственно, вам под это нужно какое-то пространство. И со временем, когда накапливается критическая масса таких новых водных, вы перестраиваете здание. Транспортное это его судьба. Почему дело бездарно? Это второй вопрос. Почему бездарно? Я не знаю. Да, бездарно наверняка дешевле, но не думаю, что дешевле, потому что дешевле. Дело не дешевле. Не дешевле. Ну вот, поэтому а это знаете почему? Потому что мы с вами не ценим вокзалы. И это как раз наша миссия рассказывать, что ты с вами согласен? За РЖД? Ну, попробуй. Я полетел помидор. Да, пожалуйста, сколько угодно. На самом деле сгущать краски можно сколько угодно сильно, да, по этому вопросу, но нужно понимать, что если вокзал является объектом культурного наследия, а у нас сейчас все становится объектом культурного наследия свыше 100 лет, то как раз наоборот у РЖД нет никаких вариантов что-то перестроить, они находятся в замкнутых, стесненных обстоятельствах, даже когда мы говорим о таких простых вещах, как проектирование выставки. Это во-первых. Во-вторых, по поводу судьбы вокзала в БАМа. Да, без сомнений, когда сейчас пойдет вторая линия, вы же все знаете прекрасно, что сейчас строится, расширяться будет Северомужский туннель, самый сложный объект, который был в БАМе тогда в 70-х, теперь вот он еще более сложный, еще будет решаться. Но я абсолютно уверен, что вот, ну как бы, общаясь с теми людьми, которые отвечают за это все, я могу сказать, что у них немножко другое видение этого всего. И для них эти вокзалы тоже, в принципе, не просто коробка, которая вот что-то из себя представляет. Поэтому сейчас вообще тенденция, и я надеюсь, что она возобладает комплексно, это оптимизация пространства, нет задачи снести. Хотя, без сомнений, можно привести какой-нибудь пример Нижнего Новгорода, но там вокзал был новый, и его проще было, чем модернизировать, ему несколько десятков лет, его проще было, чем модернизировать, стоимость модернизации, она дороже, чем постройка нового вокзала. Но вокзалы БАМа, мне кажется, эта судьба не постигнет, потому что есть задача это все именно приводить в формат оптимизации пространства, потому что есть решение техническое, я могу привести вам прекрасные примеры, и это хороший вариант сотрудничества, ну вот аэропорты, да, есть, вы знаете, ну то есть вы знаете аэропорты, многие из вас, да, есть аэропорт Шереметьево, да, аэропорт Платов новый построенный, да, есть серия региональных аэропортов, которые связаны с развитием архитектурной мысли, построенной на частной инициативе, скажем так, и когда пространство архитектурного объекта очень утилитарное, несмотря на то, что это аэропорт, подстраивается, именно подэстетически, прилетите в Платов, прилетите еще в серию вокзалов, и вы увидите, что можно подходить и решать эту задачу, но это, конечно, не сохранение объектов, но тем не менее, я вот знаю, знаю, что есть один из вариантов проекта по оптимизации вокзалов без разрушения, и я надеюсь, что все-таки мрачная судьба их не постигнет. Спасибо, Василий, за комментарии. Знаете, слово оптимизация, самое страшное слово в истории архитектуры. Вот хуже этого слова есть нести... Нет, я... Вот, да, там тоже не архитекторы. В этом, в этом как бы... В этом... Да, это вот... Нет, но... Нет, тоже вопрос элементарных вещей. Сохранение наследия, тоже, коробку сохранили, и все счастливо. Это вопрос, цветового решения. Есть абсолютно цветовые решения, которые изначально проектировались. Есть один вокзал, который стоит, эксплуатируется, все нормально, если мы только перекрасили из красного в синий. Ну, как бы вроде все нормально, а на самом деле все выглядит не очень. Конечно, сохранять это надо адаптировать, но этот вопрос, когда ставить себе эту цель. А когда нету запроса ни у кого на эти вокзалы, то даже не на вокзале, любое здание, нету запроса, его сносят. А когда появляется встречный запрос общества что-то сохранить, то что-то можно сделать. Но, опять-таки, ни о каком сохранении ничего, даже не то, что сейчас, сейчас еще ничего, через 10, 15, 40, 100 лет, неважно. Если мы не будем говорить, что это интересно, ценно, и в чем ценность, а я пытался привести несколько тезисов, которые делают вот этот ансамбль уникальным. И это единственное, что мы можем сделать, это говорить об этом и обращаясь на это внимание, исследовать, и только так мы можем сохранить. Это не то, чтобы РЖД в данном случае плохое. Они будут плохими, если мы будем говорить, что это оставьте, сохраните, и люди будут это требовать, условно, они это не сделают. но когда нету с нашей стороны вот этого шага, то как бы, ну, все бы снесли. Это как у вас улетает комар, вы его прищучили. А если у вас рядом с вами будет общество защиты комаров, у вас не поднимется рука, вот правда, это психология, у вас не поднимется рука убийства комара, когда с вами пять человек, которые с табличками, условно, да, или там, которые из общества защиты комаров. Это так работает. И только так можно сохранить архитектуру. Нет другого способа. Не ждите, что заказчик будет ценить то, что он собирается реконструировать. Он не должен это делать. Не его задача. Вот. Компромисс. Да, компромисс. Компромисс. Возможен компромисс, когда обе стороны работают над каким-то проектом. Но я здесь... Да, это классно. Давайте возьмем программу по улучшению старых сертифейсов. У нас такой был улучшитель, но у нас все нормально. Это компромисс. Но здесь вопрос... Наш вопрос, он усугубляется вот следующим шагом после сноса. Вопрос, что мы строим. Вот. И нет никаких проблем, моя личная точка зрения, мне тоже сейчас будут закидывать помидорами, нет проблем снести архитектуру. Нет проблемы. Есть проблема, что мы, какую среду мы создаем и что мы строим. многие памятники, которые мы сейчас восхищаемся, они стоят на месте других, которые когда-то сносили. И никого это не смущало. Церкви в двух раз перестроены. Барочные церкви перестроены романские. И как бы, ну, и что, мы же не говорим, теперь давайте нет барокко, даешь романику. Нет, это вопрос качества новой архитектуры. Если бы у нас не было, скажем так, претензий, да, в общем, широко, к тому, что мы строим сейчас, ну, у нас, собственно, не было бы этого конфликта в такой острофазе. Но мы видим, что строится. И это вызывает такую вот, вот эту ярость неприятия каких-то, ярость неприятия оптимизации, потому что оптимизация у нас, это построить что-то новое ужасное. прекрасная лекция, мне очень понравилось, и я обещаю, что я вам пришлю лучшие снимки своих вокзалов, и какие-то еще там разъяснения, может быть, они вам пригодятся для следующего. Спасибо вам за зимчивость и помощь в нашей работе. Без ваших материалов было бы все не так прекрасно. Скажите, пожалуйста, как вы сейчас, как вот сотрудник музея реагируете на то, что сделали с МЦК? Какие там павильоны, вот это вот, как вы к этому относитесь? Мне неудобно, да, но некрасиво. Это новые павильоны, которые... Они удобные, да, они некрасивые, да. Это да, потому что это вопрос о том, что привлекаете архитекторов к инфраструктуре, потому что без них у вас получается просто ангар. Посмотрите, почему мы знаем, мы восхищаемся фотографиями, видами фабрик, заводов, советских. Они вызывают у нас какой-то эмоциональный заряд, какой-то ответ. Они спроективны архитекторами, и они на то и рассчитаны, они рассчитаны на обозрение. А есть объекты закрытые, которые не рассчитаны на обозрение. Это космодром Восточный, например. Нет архитектуры. Нету задачи этим объектам что-то сообщить людям, какую-то вызвать эмоциональную реакцию. это не только у нас. Например, вся космическая архитектура, как ни удивительно, казалось бы, тема, которая должна всегда генерировать какие-то передовые решения, она очень скучна во всем мире. Нет ни одного космодрома, который был бы клевый. Что касается, возвращаясь к вашему вопросу про метро, они удобные, но они не архитектурные, не архитектура, это утилитарное сооружение. И их делает красивым или как-то вызывает на какие-то эмоции, на какую-то реакцию архитектор. Вот и все, вот ответ. Вы хотели дополнить? Да, это не актуально. Это не входит у заказчиков в лице государства на разных ее уровнях, стадиях, так и прочего, да и у частных заказчиков. Нет, вот этого дискурса нет о том, что эта архитектура, она про что-то должна быть. Про что эта архитектура? Она может быть про деньги, она может быть про имидж, она может быть про деньги и про имидж, она должна быть. Архитектура зачастую про это, но она должна быть не про деньги в смысле быстренько отмыть, а деньги, когда ты делаешь что-то и ты стараешься делать так, чтобы это выглядело дорого, условно, да, просто вот с самыми простыми терминами. Этого нету. И поэтому и архитектура такой, не всегда хорошая, в качестве. Должен быть запрос на архитектуру. Мы видим, что он был у нас в 20 веке. Он, собственно, был и до 20 века. В 19 веке был запрос на архитектуру. Да, что говорить, при Екатерине был запрос на архитектуру. Да, и дальше был запрос на архитектуру. Поэтому у нас есть памятник архитектуры. У нас не было памятников, если бы не было запрос на архитектуру. И в утилитарных сооружениях она тоже нужна. потому что это все должна быть, потому что это вот ты проходишь эти здания, ты идешь на работу туда одно дело идти на работу, скучно офис с потолками пластмассовыми, другое дело спасибо значит Россию получил там это окончание как бы БАМа, ну последняя станция и мне хотелось бы чтобы там это не подошло что отразился что ли пафос БАМа поэтому вот в нем есть какой-то такой вот очень удачный снимок этот я вам пришлю лучше да есть очень да и так как в то время был синтез искусства тогда деньги прямо в смету закладывались на художественную работу представить сейчас это трудно то мы нас исключали и рельефы сюда и тут стоит постышево вот ну и и потом вот тут конечно плохо видно но вот эти элементы входа они вот этим рельеф уместности так немножко как-то перекликаются он вписался хорошо тунгало есть вокзал там мы его подняли из учетом сохранения вечной мерзоты но так как это надо обслуживать Абам был брошен и я так понимаю что это не обслуживалось и это безлота полезла и он сейчас немножко перекосился но вот это решение нам мы сделали такой значит летний зал ожидания под вокзалом и еще еще третий это с Чеверо-Байкальским это мой такой любимый вокзал там мы значит применили жесткие ванты тоже такое новое решение довольно и очень хотели поставить попереди такую скульптуру Байкала которая делал рижский скульптор очень известный Пельше она была сделана уже в модели но потом решили власти поставить этот момент ну вот мне кажется что образность вокзалов должна быть так они должны быть такие знаковые ну на мой взгляд я так стараюсь сделать у вас хорошо получилось это да спасибо Владимир Петрович да собственно та же история как с московской метро да то есть когда проектировали станции они должны были быть узнаваемы ты должен знать на какую станцию приезжаешь без объявлений не было турникет и объявление станции метро появились позже после войны все 30-40-е годы ездили метро и узнавали их облик не было объявлений кто не объявлял какая станция ты понимаешь ты видишь облик станции ты понимаешь где ты находишься это была тоже совершенно программная история это не просто вот кому-то пришло в голову сделать украшение нет это было абсолютно программно осознанно решение проектировать именно так с привлечением архитекторов красиво и поэтому восхищаемся метро ни у кого нет сомнения что первые три первые четыре линии это произведение искусства памятников надо сохранять там они большинство из них являются памятниками архитектуры вы не сможете ничего там переделать первая вторая третья четвертая линии тоже они многие из них многие из них находятся в реестре памятников и да да это так это работает а есть ли какое-нибудь издание по архитектуре в котором можно почитать смотрите с источниками вообще очень удивительная история нет архитектурного путешествия по БАМу нет есть много про историю как мы уже сказали описано все мы работали есть написано несколько раз изданное переизданное в разных местах а хронология БАМа это там несколько сот пунктов где все расписано по дням кто куда приезжал причем с фамилией мы знаем больше фамилий первопроходцев даже не то же капсомольцев а вот каких-то совершенно даже не строителей они неизвестны но вот мы знаем фамилии мимо проходящих людей которые отразились в хронологии но не отразились архитекторы нету и максимум что мы встречаем это приехали архитекторы или строители из какого-нибудь города но это строители или это архитекторы или что это за люди нету нету альбома по фотографии с фотографиями БАМа я уже говорил что просто они профессионально не отсняты у нас в музее есть немного фотографий ТНД и что у нас еще у нас буквально две-три станции которые снимали профессиональные фотографы одному богу известно как они там оказались но судя по тому что они не снимали больше никаких вокзалов то они как-то вот там вот случайно оказавшиеся люди мы запрашивали опять-таки фотографии много где и мы в лучшем случае набрали более-менее нормальную оттемку половина вокзалов вот по истории очень много про строительство саму какую-то вот организацию строительства очень хорошо нам известно как это все было организовано вот эта иерархия подрядных организаций кто был генеральным подрядчиком генеральным проектировщиком какие институты работали под ним потом вот эта вот вся эта иерархия она хорошо описана бесфамильна практически но структуру можно выстроить а что касается самой архитектуры ничего к сожалению и даже неудивительно есть например сборник 85-го года архитектуры строительства называется архитектор и БАМу там все общая фраза общее описание архитектурного процесса ну вот а это книгу про БАМ но давайте это обсудим я знаете что хочу наверное добавить вот может быть в музеях нет фотографий а вот эксплуатационщиков они же все это отснимают все свои режимы работы поэтому наверное надо в другие структуры обратиться и там наверняка они есть фотоснимки смотрите нас все-таки интересуют фотографии какие-то художественные да архитектурные какие-то мимо какие-то вот в ракурсе какой вокзал по-моему здесь вокзал это Аркен знаете как мы нашли его фотографию я никак нигде не мог найти фотографию на ранней стадии вообще мы начали с того что мы смотрели Яндекс карты вот вообще самое первое что мы делали про БАМ вообще непонятно было сколько всего этого добра от архитектуры там есть правда не написано вокзал Аркен единственная фотография есть такой поезд можно как называть религиозный поезд церковный поезд православный поезд который едет в Россию путешествует и в их отчетах я нашел единственную фотографию этого вокзала Аркен так что там все с этими фотографиями и то это просто для того чтобы понять как он выглядит примерно какие-то а не говоря о том что профессионально отснять архитектуры нужно снимать ее нужно уметь снять так чтобы выделить ее достоинство а иначе это получается какое-то просто просто какое-то издание в котором не считываются ни объемы ни идеи ни расположения поэтому говорят издать книгу сначала было бы клево просто поездить просто просто снять на телефон на такой стадии находится Байкал-Ламурская магистраль поэтому с этого начать было бы неплохо уже нет так я не говорю что мы должны этим заниматься мы этим в том числе тоже занимаемся но вот мы рассказали вам вот это и я надеюсь что это исследование должно быть продолжено потому что оставлять это на полпути было бы как-то очень ну профессионально неправильно ну вот мы вот рассказываем вам все спасибо 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 Продолжение следует...